Рост населения и нехватка жилья в Петербурге Стали причиной начавшегося в середине столетия строительного бума В первую очередь стали возводиться доходные дома, гостиницы Дома с комнатами, так называемыми меблированными комнатами В 60-70-х годах в Петербурге вопросы строительства были в сущности переданы в частные руки В это время окончательно оформились многие типы гражданского строительства В 1844 году Государственный совет установил в Петербурге предельную высоту домов 23 метра 10 сантиметров То есть не выше карниза Зимнего дворца И это решение выполнялось до 1910 года Резко сокращалось возведение дворцов, особняков, церквей Город рос за счет уплотненной застройки и строительства домов на окраинах Где строили двух-трехэтажные дома Но уже не хорошел Строились здания банков, гостиниц, различных торговых промышленных зданий И, как я уже сказал, огромное число доходных домов Дома надстраивались и расширялись внутри дворов Это делалось для того, чтобы увеличить число квартир В погоне за прибылью домовладельцы уплотняли застройку И тем самым очень мало места оставалось для, скажем так, для дворов Так появились дворы-колодцы, которые становились все более темными Плохо вентилировались И значительно, естественно, вели к значительному ухудшению санитарного состояния квартир Четырех, пяти, шестиэтажные доходные дома Особенно их дворовые флигели, подвалы, мансарды Заселялись бедными людьми, героями романов Достоевского В доходных домах, в центральной части доходных домов В парадной части проживали в основном люди состоятельные Чиновники, крупные чиновники, предприниматели, дворяне А квартиры похуже Со двора, с черной лестницы уже занимали люди победнее Мелкие чиновники, мелкие служащие, ремесленники, студенты и так далее Скучность населения Плохие санитарные условия были причиной высокой смертности петербурга Петербургцев Причем высокая смертность Самая высокая смертность была зафиксирована среди детей до одного года До 1885 года смертность столицы была выше, чем рождаемость Проблемой номер один было отсутствие канализации и чистой питьевой воды В частности, по ночам петербургцы не могли открывать свои окна, форточки Чтобы подышать свежим ночным воздухом Почему? Потому что в это время как раз вывозили все нечистоты из города И нечистоты вывозились за города в специальных телегах или с помощью специальных барж в залив Нередко работники, ассанизаторы нарушали законы, правила И просто-напросто сбрасывали все эти нечистоты в Неву Для канализационных нужд использовалось 20 рек и каналов Например, Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова Вели стоки с территории с населением в 200 тысяч человек А в фонтанку попадали стоечные воды с территории с населением в 360 тысяч человек А ведь петербуржцы брали воду для питья именно из этих рек и каналов Можете представить, какого качества была эта вода Например, обыватели Александра Невской части жаловались Что им приходится пить, цитирую, грязную и издающую зловоние воду из Лиговки Где моют белье, плавают утки, купаются рабочие И куда стекает и сметается с мостовых уличная грязь Лиговский проспект ныне раньше был каналом Загрязнение воды, естественно, способствовало и возникновению эпидемии От чего страдал город? От постоянных эпидемий брюшного типа, тифа, дизентерии Те, кто жил далеко от рек и каналов, те брали воду из колодцев В Петербурге их было свыше 1300 колодцев в середине 19 века Кое-где появились и ручные водокачки В частности, первая водоливная машина была устроена на Исааковской площади В 1827 году воду из водокачки отпускали за деньги Годовой билет стоил 7 рублей серебром Платили деньги водовозам, которые развозили воду по городу Дважды в начале столетия предпринимались попытки построить водопровод Инициатива каждый раз исходила от частных предпринимателей В частности, граф Эйсен Стенбок Фермер Получил уже разрешение на строительство водопровода В двух центральных частях города Однако, этот проект не получил развития И только в 1859 году было образовано акционерное общество Санкт-Петербургских водопроводов Которое и построило водопровод в центре города И стало снабжать Невской водой Девять так называемых незаречных частей города То есть, между Невой и обводным каналом А Васильевский остров, Петербургская сторона Стали снабжаться водопроводной водой С 1875 года Да, забыл сказать, что водопровод в Петербурге Появился в 1863 году Безусловно, это имело большое значение Городская дума заключила контракт С этим акционерным обществом Однако, с начала 80-х годов 19-го столетия В думу стали поступать жалобы от горожан На водопроводное вот это вот общество По поводу ухудшения качества воды По поводу увеличения цены на воду И так далее И городская дума попыталась выкупить водопровод У этого акционерного общества Но после долгих попыток не получилось Тогда было принято решение О взыскании с этого общества штрафа И городская дума потребовала поставить очистные фильтры Договоренности достигнуть сразу не удалось Поэтому несколько лет Шел судебный процесс Который городская дума выиграла Выиграла И в конце 80-х годов Жители, опять же, незавечных частей города Стали получать уже фильтрованную воду В 90-х годах Общество Город выкупил Выкупил Водопровод Незавечных частей И таким образом Общественное управление Стало собственником Одного из крупнейших коммунальных предприятий И взяло на себя ответственность За обеспечение жителей Петербурга Доброкачественной водой Снабжение водой Производилось с главной станции Которая располагалась на Шпалерной улице Недалеко от Таврического дворца Таврического сада Где вода фильтровалась через песчаные фильтры И с трех других станций Которые располагались на Васильевском острове Петербургской стороне и Выборгской стороне Другой проблемой Которой досталось наследство Еще от Петровского Петербурга Были наводнения В 1824 году 7 ноября Случилось самое Катастрофическое наводнение За всю историю города Когда вода поднялась на 421 сантиметр И затопило практически весь город Кроме той части Которая находится На территории современного Смольного Пески Так вот Это наводнение Нанесло очень большой ущерб Городу, горожанам Есть разные цифры Сколько погибло людей Несколько сот человек Сколько погибло животных 3600 голов скота Сколько было разрушено домов И так далее Это наводнение Описано Пушкиным В его петербургской повести Медный всадник Пушкин Написав эту повесть Видимо Чувствовал, что он Сочинил нечто такое Величественное Поскольку Именно с этого произведения Начинается Петербургский Миф И Кстати, он запросил За свое произведение С издателя 5000 рублей Что по тем временам Просто огромнейшие деньги Вы помните, что в этом произведении Несчастный чиновник Евгений Ищет свою возлюбленную Парашу Оказывается в центре наводнения Спасается Чудом Остается в живых Но дом, где жила его невеста Унесло водой И он несчастный Бродит по городу Сходит с ума И ему Его везде преследует Медный всадник Памятник Петру Первому Так вот Наводнение 7 ноября Началось Не внезапно Дело в том, что Утром петербургцы Многие петербургцы Вышли Посмотреть Как вода Все пребывает И пребывает Однако, когда Водяной поток Хлынул За набережные Гранитные набережные То Многим пришлось Спасаться Люди Залезали на Крыши Домов На деревья И В этот день Были отмечены Прямо-таки Героические Случаи Когда Петербургцы Известные И неизвестные Помогали Друг Другу Вот Спастись В частности Александр Первый Потом Наградил Подарками Генерала Генерала Миларадовича Военного Губернатора Петербурга Известного Вам Деятеля Александра Христофоровича Бенкендорфа Будущего Начальника Третьего Деления Которые Плавали На лодках И спасали Тонущих Людей Больше Всего Пострадали Жители Чугунолитейного Завода Рабочие Этого Предприятия Спаслись Когда Залезли На крышу Завода Однако Они Видели Как Гибнут Их Жены И дети Погибло 160 Человек Александр Выделил Несчастным Семьем Погибших Людей Миллион Рублей Из Казны И Были Приняты Меры Чтобы В дальнейшем Избежать Каким-то Образом Предотвратить Вот такие Трагедии Каким-то Образом Бороться С наводнениями В частности Долгое Время Разрабатывались Проекты Защиты Города От Наводнений Однако Ни один Из этих Проектов В дальнейшем Не был Опубликован Кстати Говоря Александр Запретил Ни один Из проектов Прошу прощения Не был Реализован Александр Первый Запретил Публиковать Данные О Числе Количестве Жертв Этого Наводнения Сколько Погибло Какой Ущерб И так Далее Эта информация Была Закрытой Другой Проблемой Были Частые Пожары Каждый Год В Петербурге Случалось От 20 До 40 Пожаров Наиболее Крупный Который Запомнился Всем Современникам Произошел В мае 1862 Года Тогда Полностью Сгорели Апраксин Торговый Двор Щукин Торговый Двор Огонь Перекинулся На другие Здания Выгорели Целые Кварталы В частности Сгорело Министерство Мутренних Дел Огонь Перекинулся Через Фонтанку И Потушить Этот пожар Было Практически Невозможно Общий Ущерб Составил Несколько Миллионов Пострадало 6 тысяч Торговцев И Причину Пожара Видели В кознях Так называемых Нигилистов Студентов Революционеров Дело в том Что в то время Вышел Роман Тургенева Отца и дети Где главным Героем Был такой Новый Человек Эпохи Нигилист Базаров И Молва Приписывала Поджоги Именно Этим Лицам Которые Якобы Хотели Дестабилизировать Обстановку В Петербурге В столице Хотели Революции В частности Как вспомнил Тургенев Когда он приехал В Петербург В эти дни Один из знакомых Ему сказал Вот посмотрите Что делают Ваши нигилисты Достоевский Полагал Что Чернышевский Являясь Кумиром Студенчества Того времени Также Является Причастным К этим событиям Явился к нему Домой И Просил Умолял Чернышевского Прекратить Попросить Студентов Прекратить Поджигать Петербург И как Город Чернышевский Как он Вспоминал Он Видел перед собой Этого маленького Человека Который Волнуясь Пытался Ему Объяснить Что Пожары Это Дело рук Именно Злоумышленников А не Дело случая Хотя на самом деле Причиной пожара Была Российское Головотяпство Поскольку В этих Торговых Точках Никто не убирал Мусор Все было Захламлено И буквально Случайная Спичка Могла Окурок Мог вызвать Такой вот Грандиозный Пожар Однако В результате Была создана Комиссия Комиссия Которая Должна была Дойти Все-таки Виновников Пожара Народ Простой народ Который Верил Всем этим Слухам Домыслам Что Ходят Специальные Поджигатели Хватали На улицах Несчастных Студентов Волокли В участки Иногда Творили Самосуд Если находили У студентов Спички Избивали Их Требовали Крови Но в итоге В итоге Закрыли Власти Закрыли Шахматный Клуб Который был Совершенно Ни при чем Как говорится Но вот Там собирались Либеральные Деятели Власти Решили Перестраховаться Был Приостановлен Выход Журнала Современник В дальнейшем Был Арестован Чернышевский За Антиправительственную Деятельность Ему Не предъявили Обвинения В поджогах Однако Это читалось Между строк В декабре 1837 года Сгорел Зимний дворец Пожар Начался Внезапно Видимо От Искры В печи Николай Первый С семьей Был В это время На спектакле В театре И Прискакал Сразу же Тушить пожар Воду Качали Из Невы Пожар Потушить Не удалось Настолько Он был Сильным Что Пришлось Спасать Имущество Зимнего дворца Солдаты Выносили Все Все Что было Там Мебель Драгоценности Картины Все Складывали Вокруг Александринского Столба В снег И Надо сказать Что Сутки Все Имущество Все Драгоценности Весь Эрмитаж Пролежал На снегу Однако Ни одна Из вещей Не была Украдена Что Интересно Только Один Кофейник Серебряный Нашли Обнаружили В Одного Жулика Который Не мог Его продать Ну и В итоге Его Сдали Полиции А Картину С портретом Петра Первого Обнаружили Только Весной Когда Ставил Снег Вот Такие Были Люди В то Время Берегли Царское Добро И Николай Отдал Приказ Реставрировать Интерьеры Зимнего Дворца Все Было Сделано В Кратчайшие Сроки Через Полтора Года Зимний Дворец Снова Блистал Но Уже В другом Виде Другой Проблемой Как я уже говорил В Петербурге Были Эпидемии Болезни Самым страшным Самым страшным В этом плане Событием Был Холерный Бунт 1831 Года Который Унес По некоторым Данам До 10 тысяч Жизней Холерная Эпидемия В общем-то Она Предсказывалась Многими Врачами И докторами Когда Она наступила В июне Месяце Этого Года 1831 Года Началась Эпидемия В день В Петербурге Умирало До 600 Человек Причем Власти Хватали Всех И тех Кто был болен И тех Кто просто Был пьян Валялся На улице И просто Больных Свозили Всех В больницы От этой Скучности Населения Эпидемия Все больше И больше Разрасталась Аристократия Выехала Из города Простой народ Сбунтовался Стал Избивать Врачей Докторов Думая Что это Их рук Дело Что они Простой народ Изводят По приказу Властей Били Студентов Опять же Били Поляков Думаю Что и Поляки Причастны К этому Горю К этой Трагедии И вот На стеной Площади Где находилась Больница Временная Больница Народ Сбунтовался Вызвали Войска Вызвали Артиллерию Николай Николай I Узнав Про Эту Историю Выехал Из Петергофа Приехал В Петербург И Появился Перед народом Один Без охраны Успокоил Толпу Призвал К порядку Кричал Вы Привить Что перед вами Царь Государь На колени Ну в общем Все упали На колени Расцеловал Прилюдно Одного Случайного Старика Перекрестился И был Таков Бунт Был Подавлен И в дальнейшем Таких Уже Массовых Смертей В ходе Эпидемии Не Наблюдалось Важным Событием В жизни Петербурга Девятнадцатого Столетия Стало Открытие Первой Железной Дороги По маршруту Санкт-Петербург Царское Село Это случилось В 1837 Году Позже Были построены Первые вокзалы В Петербурге Это Николаевский Вокзал Варшавский Балтийский 27 Августа 1863 Года Было Открыто Движение Первой Конки По Невскому Проспекту Конка Была Двухэтажной Это металлические Вагоны Которые Ходили По рельсам Двигались По рельсам С помощью Двух Лошадей Внутри Вагонов Располагались Две Продольные Скамьи Скорость Движения Вот этого Транспорта Была 8 Км в час Управлял Лошадьми Вожатой Сидевший Впереди Вагона На небольшой Площадке Он же Брал Деньги С пассажиров То есть Уполнял Две Функции Вагона Вожатого И Кондуктора Было Учреждено Товарищество Железно-конной Дороги Во второй Половине 70-х годов Конки Двигались Уже По 26 Маршрутам Стоимость Проезда Составляла 5 копеек За Внутренние места 3 копейки За наружные Женщинам До начала 20-го Столетия Разрешалось Ездить Только На нижнем Этаже Таким Образом В Петербурге Было Два Вида Транспорта Это Извозчики Кое Было Несколько Тысяч Человек И Конки Поскольку Город Рос То Значение Этого Вида Транспорта Было Очень И Очень Большим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...